И вот сейчас мы вернемся все равно к политике, потому что я понимаю, что она зудит и свербит для всех, и что объявленный Навальным 23-го общий выход, он все равно не даст той массе, которая может быть критична для режима. Ее не будет. И Навальный вообще как средневековый алхимик, он все время пытается создать какую-то горючую смесь, соединяя самые разные компоненты, так, чтобы заряд этого народного гнева бы сдетонировал. Это пока все мечты. Действительно политическая, скорее политическая алхимия пока не получается. Вообще, Лиза, есть один секретик. Есть один секретик. Он может подвигнуть народ на революцию, но это по секрету. По секрету абсолютно. Вот революционная ситуация в России, она может возникнуть только в одном случае. Если хотя бы 20% населения сообразят, что революция обнуляет все ипотечные обязательства, исписывает все долги, оставляя их в дореволюционном периоде. А пока, пока это, ну я надеюсь, об этом секрете никто не узнает. Ты же не выдашь. Никому не скажу. Да. И вот политическая жизнь, она будет такой же мертвой, мертвящей все вокруг себя. И надеяться на то, что произойдут какие-то позитивные или хотя бы нормальные перемены политическим путем. Процедура, суд, вот этот прекрасный выездной суд, вам понравилось? Ты знаешь, у меня вообще сложное отношение к Навальному было всегда, но я свое сложное отношение запер в самую дальнюю камеру до тех пор, пока он не будет на свободе. Потому что оставим православным, скажем так, умение гадить под дверь и умение плевать в баланду. Если человек в заточении, если человек в тюрьме, то в любом случае ни одного дурного слова. Да он, кстати говоря, сейчас в результате, не мы с вами и не он сам, власть его сделала фигурой огромного формата. Они сами его выковали, но это ненарочно и это не спланировано. Это, скажем так, по причине того дегенератизма, который вообще присутствует во всех действиях власти. Он совершенно неизбежен. И вот удивительно, что несмотря на этот приговор, несмотря на то, что судьба его тоже драматична. Я надеюсь, что все в результате будет. У него потрясающая, конечно, жена совершенно. Потрясающая жена и потрясающая умница. Я надеюсь, что, в общем, он в результате останется хотя бы жив. Это уже очень, скажем так, смелая мечта. И вот если он останется жив, свободен, здоров, вот тогда я снова начну предъявлять к нему те претензии, которые я всю жизнь предъявлял. А до того момента, пока не произойдет все, что должно произойти с ним хорошего, в общем, я ему буду помогать.